Массовое ДТП на Московском проспекте в Ярославле. Участниками аварии стали 8 транспортных средств. Смотрите также в выпуске. Шла вдоль железнодорожных путей и слушала громкую музыку. Теперь в реанимации. Ярославну сбил поезд. Программа составлена, преподаватели набраны. В Ярославле открылся Центр обучения будущих контрактников управлению беспилотниками. Не выезжая за пределы Ярославля, побывать в столице Франции. Такое возможно. В Музее зарубежного искусства открылась выставка «Париж. Впечатления». Полторы сотни спортсменов из четырех регионов страны. Ярославля стартовал открытый турнир по греко-римской борьбе. Ярославец – чемпион России по кикбоксингу. Арман Архипов стал лучшим в дисциплине К1 среди юниоров. Вы смотрите главные телевизионные новости. В студии Екатерина Сысоева. Здравствуйте. Вместе со мной о главном регионе – корреспонденты городского телеканала. Массовая авария на Московском проспекте. Сегодня у остановки Московский вокзал в ДТП угодили 8 транспортных средств, в том числе грузовая «Газель» и 2 автобуса. Судя по городским камерам видеонаблюдения, спровоцировал аварию водитель БМВ, который мчался в потоке машин, сбивая и задевая всех на своем пути. В итоге сама иномарка врезалась в угол остановки общественного транспорта. На тротуаре оказался и пассажирский микроавтобус, который только что отъехал, высадив и забрав людей. Находившиеся на остановке отделались испугом. По данным регионального ОМВД, 86-летнего пенсионера из микроавтобуса увезли в больницу имени Соловьева. Туда же отправили и 26-летнего водителя иномарки. Как пояснили городскому телеканалу в региональном Минздраве, госпитализация никому не потребовалась. Со слов водителя автомобиля БМВ, ДТП произошло из-за кратковременной потери им сознания. На месте работают сотрудники госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В Ярославле сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту травмирования женщины на железной дороге. ЧП произошло на станции «Молот». 35-летняя Ярославна шла вдоль путей, когда ее по касательной задел тепловоз. По данным следователей, машинист подавал звуковые сигналы, но наезд предотвратить не удалось. Женщина слушала музыку по мобильнику, включенному на полную громкость. Сейчас с множественными травмами пострадавшая в реанимации. Ударные дроны, дроны-камикадзе и бомбардировщики. В Ярославле открылся Центр по обучению операторов беспилотных летательных аппаратов. Программа инициирована губернатором Михаилом Евраевым. Опытные бойцы, прошедшие СВО, будут вести занятия и передавать опыт будущим контрактникам. Чему и как будут учить, узнал Александр Захаров. На полигоне опытные инструкторы показывают мастерство управления беспилотными летательными аппаратами. Этим навыкам им предстоит обучить будущих операторов дронов. Для этого есть все необходимое. Материальная база, симуляторы, инженерные классы. Ведь курсантам предстоит научиться не только управлять дронами, но и чинить их в полевых условиях. Занятия будут проводиться очень интенсивно. За две недели мы дадим массу информации людям, начиная с 70% информации и подготовки. Это будет умение управлять БПЛА, ремонт БПЛА в полевых условиях. Второе, это мы дадим вопрос тактической медицины, потому что это выживаемость. Третье, это инженерная подготовка. Программа обучения включает в себя начальную военную подготовку с элементами слаживания. Для этого создана обстановка, максимально приближенная к боевой. Установлены палаточные лагеря, назначено питание. Также будущие операторы будут изучать принципы работы радиоэлектронной борьбы. К примеру, на купольном средстве «Ландыш», который рассчитан на подавление дронов «Камикадзе» и других БПЛА. Дистанция работает 50 метров. Если использовать антенну направленного действия, дистанция вырастает до 2 километров. Сейчас в моих руках находится один из мощнейших дронов-бомбардировщиков. Это отечественная разработка, которая испытывается ярославскими умельцами. Она может скидывать сразу 4 вида боеприпасов – Ф1, РГД и 2 вида ВОГов. Специализированный учебный центр при Ярославском региональном отделении ДОСААФ создан по поручению губернатора Михаила Евраева. В конце обучения каждый сможет заключить контракт с Министерством обороны страны. «Мы ставим пока тактический план – это 240 человек, но все будет зависеть от интереса и от загрузки данного центра. То есть готовы существенно увеличивать данную цифру». Также всем, кто заключит контракт, независимо от места прописки или проживания, будут положены единоразовые выплаты и льготы. Александр Захаров, Денис Кавуров. Главные телевизионные новости. Ярославские ветераны СВО сегодня прошли обязательную плановую диспансеризацию. Своё здоровье в профильном госпитале областного центра проверили 11 бойцов из Углича. В целом здесь предстоит побывать 180 военнослужащим региона. Защитники Отечества должны пройти полный комплекс обследований, а в случае необходимости – реабилитацию на базе медучреждения. Подробности у Игоря Шевченко. Лор, окулист, невролог, флюорография, ЭКГ, рентген, анализы крови. Это базовый список врачей и исследований, которые проходят военнослужащие и ветераны СВО. По зелёному коридору и без очереди они посещают всех необходимых врачей в течение 20 минут. После приёмов в случае необходимости следует госпитализация до полного выздоровления. Для сегодняшних пациентов это небольшая передышка перед тем, как снова отправиться в бой. Была выстроена категория D, был демилизован, служил в воздействительных войсках. В нашей 98-й Ивановской штурмовой Костромской полк. И всё, и как бы это, ну, привыкал к гражданской жизни, но ненадолго. Сейчас вот вес буду после ранения обратно приводить в порядок и буду подписывать контракт и уходить дальше. Защищать Родину? Так точно. На базе Ярославского госпиталя ветеранов для каждого военнослужащего предусмотрена индивидуальная программа реабилитации. Сергей рассказал, что воевал под Авдеевкой, получил множественные ранения, сейчас проходит лечение. Я по себе чувствую, что нужна реабилитация именно всё, потому что медики, слава богу, собрали по запчастям, откровенно. Вот, и теперь вот это вот, чтобы восстановиться, надо, ну, дней 10. Медицинская реабилитация включает в себя физические способы реабилитации, а также психологические способы реабилитации. В течение дня каждый пациент получает не менее 4 часов занятий. В неё входит лечебная гимнастика, занятия с психологом, дополнительные способы реабилитации на аппаратуре с биологической обратной связью. Разговоры с психологом, фитнес-зал с тренажёрами и ежедневные оздоровительные процедуры. Лечение похоже на отдых в санатории. Реализация такой обширной программы стала возможна благодаря соглашению о сотрудничестве между филиалом фонда «Защитники Отечества по Ярославской области» и региональным министерством здравоохранения. Мы сами выходим на наших ветеранов боевых действий, знакомимся с ними, берём их на попечение в обязательном порядке. И дальше каждый социальный координатор, который закреплён за бойцом, понимает, куда дальше двигаемся. Возможно, это решение каких-то социальных вопросов, юридических и медицинских вопросов в том числе. Все ветераны практически нуждаются в медицинской реабилитации. В настоящее время у нас в объединении лежит 4 ветерана СВО, которые проходят медицинскую реабилитацию. Средний ход лечения составляет от 14 до 21 дня в зависимости отверженности медицинских симптомов. На сегодня медосмотр прошли более 70 военнослужащих со всего региона. Карта диспансеризации на июнь уже составлена. Игорь Шевченко, Денис Кауров, Главные телевизионные новости. В начале лета в Ярославле возобновится акция «Шаг к здоровью». В разных районах города будут работать передвижные пункты, где желающие смогут пройти экспресс-обследование, получить консультацию врача, рекомендации по профилактике заболеваний. И всё это бесплатно, быстро, без предварительной записи. В прошлом году этой возможностью воспользовались 15 тысяч жителей региона. Было выявлено более тысячи случаев подозрения на сахарный диабет, более двух тысяч – на гипертонию. При необходимости ярославцев направляли в лечебные учреждения на дополнительное обследование. Сегодня в Ярославле, как и по всей стране, стартовал экзаменационный марафон. С 23 мая начался основной период сдачи ЕГЭ, который продлится до 5 июля. Ученики выпускных классов будут отчитываться за полученные знания. Участниками ЕГЭ в Ярославской области станут 5 846 человек. Особенность этого года – возможность пересдачи любого экзамена. В 48-й школе сегодня сдавали географию, литературу и химию – предметы по выбору. Ребята приходят на экзамен заранее, чтобы не спеша пройти через металлоискатели, найти аудиторию и занять свое место за партой. Я сдаю сегодня химию, собираюсь поступить в медицинский университет в городе Ярославль. Впервые экспериментальные экзамены прошли в Ярославле в 2003-м. И это была математика. На штатные рельсы ЕГЭ перешел в 2006-м. Все это время на экзамен школьников сопровождают педагоги. Я надеюсь, что они готовы, потому что они два года изучали предметы профильно. Поэтому я надеюсь, что они успешно справятся с экзаменами. Обязательные предметы – русский язык и математика. Остальные по выбору. Самыми популярными остаются общество знаний, информатика, история, биология. Они чаще всего необходимы для поступления в ВУЗы. От того, как сегодня дети смогут использовать знания, зависит очень многое. В пунктах сдачи это волнение понимают. Стараемся создать в пункте доброжелательную обстановку, чтобы детям было комфортно, чтобы никто не нервничал. И дети успешно справились со всеми своими заданиями. В Ярославской области сегодня открылись 59 пунктов проведения ЕГЭ. Больше всего, и это предсказуемо, в столице Золотого кольца – 22. Мы четвертый год являемся пунктом проведения единого государственного экзамена. В этом году мы начинаем сдавать три экзамена – литература, география, химия. Задействованы у нас на первом экзамене четыре аудитории, одна аудитория для УВЗ. 178 выпускников выбрали географию, литературу больше, чем в два раза – 405. Химия пригодится 681 школьнику. Тенденция увеличения количества ребят, которые сдают химию. Конечно, это связано с их выбором многих такой профессии, как медик. Ну и, конечно, нефтехимическая промышленность, которая очень развита в нашем регионе. Она тоже требует своих кадров и очень отрадно, что ребята выбирают эту сферу. Экзамен начинается после ознакомления с инструкциями. Результаты, как правило, станут известны через неделю. Илья Барабанов, Марина Смарагдова, Михаил Орлов. Главные телевизионные новости. В Большом зале мэрии Ярославля сегодня чествовали победителей конкурса «Лучшее предприятие города». Из 36 участников дипломы получили 16 руководителей заводов. Достижения оценивались комиссии по ряду критериев. Производственно-экономические, социальные показатели, участие в благотворительной деятельности, охрана окружающей среды. Лидерами стали предприятия нефтеперерабатывающей, топливоэнергетической, пищевой, лесозаготовительной отраслей. Конкурс проходит с 2000 года. Его девиз «Лучшие люди делают Ярославль лучше». Различные предприятия – это рабочие места, налоги в бюджет, социальные проекты, помощь в благоустройстве и украшении столицы у Золотого кольца. «Ценят, уважают, уделяют нам внимание. Очень много вопросов сейчас решается быстро и положительно. Развиваем производство, занимаемся импортозамещением, так как жизнь продолжается». «Это традиционный конкурс, он проходит каждый год. Конечно, конкурс очень важный, потому что наши предприятия, городские предприятия, показывают свои возможности, показывают, как они сегодня развивают производство, как они сегодня развивают оказание услуг и как они работают со своими трудовыми коллективами». Ярославцы сегодня под впечатлением Парижа. В Музее зарубежного искусства открылась выставка, посвященная столице импрессионизма. В город на Волге прибыли картины из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Часть произведений – из фондов Ярославского художественного. Столица Франции предстала в десятках ракурсов и стилей. Марина Смарагдова в числе первых увидела живописные интерпретации города прекрасной эпохи. Вот так необычно с французских мелодий началась эта выставка. Она посвящается десятилетию открытия Музея зарубежного искусства. «Идея совместного сотрудничества, потому что и нам тоже, мы увидели свои вещи в новом ракурсе, в новом окружении, и это идет на пользу не только проекту, не только зрителю, но и кураторам». Из парадного зала гости и первые зрители последовали в Музей зарубежного искусства. Его и главное здание разделяет губернаторский парк. В небо устремляются журчащие строи фонтана, совсем как на работе французского художника Мариса Дени – фонтан в Версале. Кому приходилось видеть собор Парижской Богоматери зимой? Альбер Марке запечатлел его в снежной пелене. Столица искусств в любую погоду неизменно выглядит притягательно. Сюда стремились многие художники. Благодаря французам, немцам, испанцам, русским появился этот собирательный портрет прекрасной эпохи. Рубеж XIX и XX веков был апогеем художественной жизни. Париж ночной и дождливый, безлюдный и залитый огнями, разный, но узнаваемый. К совместную выставку Музея изобразительных искусств имени Пушкина и Ярославского художественного уже назвали главным событием лета. Это очень атмосферная выставка, потому что благодаря искусству мы не просто вспоминаем о Париже, но мы видим его глазами прекрасных 12 художников начала XX века, в период его расцвета, в тот период, когда Париж был столицей искусств. А рядом еще одна выставка – графика из собрания Ярославского художественного музея. В основном это работы русских художников XX века. На них Париж производил даже терапевтическое воздействие. Валентин Серов там зримо менялся. Человек обычно очень сдержанный и даже суровый. Там он становился будто бы моложе, веселее. И вот у нас в собрании, по счастью, есть рисунок Серова – парижские першироны. Это такая порода лошадей. Они соединяют в себе грацию арабской породы и силу тяжеловозов. А рядом шедевры Петрова Водкина – апаши, парижские хулиганы. Русские художники часто писали не архитектурные красоты, а городских обывателей, оставив наследство портреты типажей столичных улиц. Ездили русские художники на берега Сена регулярно, с разными целями, но рисовали непременно. Специально для этой выставки Ярославский художественный приобрел новое оборудование, дабы напомнить ярославцам об Эйфелевой башне и парижских мостах. Марина Смарадова, Василий Мосин. Главные телевизионные новости. Спор о Бороде. Новый выставочный проект Ярославского художественного музея. Интерактивная экспозиция без экскурсовода и этикеток. Музейное действие с подлинными произведениями, анимацией, музыкой, светом и звуком. В субботу Ярославль отметит 1014 день рождения. В день города на главной площади, Советской, будет работать площадка городского телеканала. Наша телекомпания – непременный участник каждого праздника. О жизни из-за кулисья ГТМ ярославцы смогут узнать из первых уст, от корреспондентов и ведущих городского. А хозяевами площадки станут наши молодые коллеги – журналисты детско-юношеской редакции. А еще будут зажигательные танцы, песни, спортивные выступления от наших друзей. Итак, не пропустите. Суббота, 17 часов, Советская площадь, городской телеканал. Что же там будет? Конечно же, история нашего родного города глазами журналистов городского телеканала. Классное времяпрепровождение вместе со всеми ярославцами. Это мы вам точно гарантируем. Выступление самых-самых ярких танцевальных, вокальных, инструментальных коллективов нашего города. Приходите, мы вас очень-очень ждем. Будет действительно классно, и мы вместе отпразднуем праздник День города. И сейчас к спортивной части выпуска. Уже работает каменная сказка, самоцветы, украшения, минералы. В областном центре сегодня стартовал открытый турнир по греко-римской борьбе. Он посвящен памяти ярославца Ивана Грачева, тоже занимавшегося этим видом спорта. Он погиб в ходе СВО. Символично, что состязания проходят в Международный день спортивной борьбы. Ровно 120 лет назад в Вене состоялся первый чемпионат мира по греко-римской борьбе, в котором приняли участие 26 спортсменов. На соревнования в столицу Золотого кольца приехали 150 участников из Московской, Владимирской и Тверской областей. Владислав Сторожук побывал на открытии. Перед поединком зажигательные танцы для настроения и сразу после в бой. На открытом турнире сражаются юноши 15-17 лет в шести весовых категориях, а те, что помладше, в 14. На ковре Фаяс Эркинов. Ярославец представляет спортшколу имени Владимира Лататуева. Занимается только три месяца, а уже показывает результат. Мне было легко. Я ему вертушку накрутил и накат, и все. Я одержал победу. Я его на ошибке словил, он хотел за руку бросить. Я взял такой захват и бросил его на лопатку. Кто-то из борцов достигает успеха, а кто-то уходит ни с чем и будет тренироваться дальше. Один из победителей делится опытом. В первую очередь, это работа первым номером. Постоянно забирать руку и давить, давить, давить. Каждый день тренировки, постоянная отработка и работа тренера. За участниками следит судейская коллегия из 12 человек. На каждый ковер по 4 арбитра. На турнире работают судьи всероссийской категории. Самые красивые броски, самые дорогие броски. Броски в опасное положение с большой амплитудой. За них дается 5 баллов. Броски с более, как бы, меньшей амплитудой. Но в опасное положение со стойки дается 4 балла. Перевод соперников в партер 2 балла. Сегодня у нас проходит турнир. В память воспитанника школы Олимпийского резерва номер 10. Воспитанника, который занимался греко-римской борьбой. И который героически погиб во время проведения специальной военной операции. Всего греко-римской борьбой в Ярославской области занимается порядка 500 человек. Для них ценен каждый турнир. Можно проявить свои силы и увидеть работу соперника. Поединки проходят на трех коврах. Целей у состязаний множество. Это повышение квалификации спортсменов, обмен опытом между тренерами и появление лучших атлетов турнира. Владислав Старожук, Олег Вольский. Главные телевизионные новости. Ярославец победил на турнире по кикбоксингу. Первенство России завершилось в Каспийске. Арман Архипов выступил среди юниоров в 17-18 лет. В финале он досрочно завершил поединок против соперника из Архангельска. Турнир проходил в ряде дисциплин. К1, лоу-кик, лайт и фулл-контакт. Всего на ринге и татаме первенства вышли более 2000 лучших кикбоксеров из 75 регионов. Пришло время ярославской истории. Отправляемся в село Годеново, в подворье Никольского женского монастыря. За последние 20 лет это место превратилось в известный паломнический центр со своим крестильным храмом, памятниками иконами в камне, царской аллеей, парком святых равноапостольных царя Константина и царицы Елены, а еще со строящимся величественным собором Софии Премудрости Божьей. Здесь же Годеновский крест – одна из величайших святыни Руси. Древнее распятие врос человека. Чтобы поклониться ему в Годеново, все время едут паломники. А в свято-никольском монастыре Переславля-Залесков тщательно фиксируют все чудеса, происходящие по молитве, обращенные к древнему распятию. Территория вокруг храма преображается активно. Аллея, ведущая к памятнику императора Константина и его матери Елены, будет украшена баннерами – проповедь с помощью плакатов. Таким большим творческим коллективом по благословению игуменей в столе мы все собрались и, собственно говоря, сделали очень интересную линию художественную, которая прослеживается от Константина Великого Императора до Годеновской Софии. Это будет отражено как раз во всем экспозиционном ряде. Эту работу мы сделали с девочками из колледжа номер 14. Которые активно помогают матушке уже ни в одном проекте. Поэтому вместе с ними, будущими специалистами, которые дизайнеры, и понимают некоторые тонкости во вкусе, мы сделали хорошую такую, наверное, хорошую, которая будет оценена людьми по достоинству. Вокруг храма – скульптура. Памятник августейшему семейству появился здесь в год 595-летия обретения креста и столетия их мученической кончины. За памятником аллея из баннеров, рассказывающая о жизни и подвиге страстотерпцев. 24 конструкции. Портреты установлены и на трассе ведущих Годенова. Автор композиции – Сергей Бычков. Искусство скульптуры, считает автор, ближе всего к поэзии и музыке. Важно создать лаконичными средствами наиболее выразительный образ, довести его до знака, почти иероглифа. Познакомился с игуменей историей, вернее, она со мной познакомилась. Сразу же нашлось масса дел. И с тех пор я украшаю и Годенова, и Переславлю много чего сделали, в том числе памятник Достоевскому мы поставили перед монастырем, который, в общем-то, прозвучал достаточно. Вот, как-то так. Скульптурный образ Серафима Соробского ознаменовал 20-летие пребывания обители в Годеново. Знаково и то, что в лиге преподобных старец прославлен по инициативе императора Николая II. Протезы верхних и нижних конечностей, протезно-ортопедический центр «Преодоление». Ваш шаг к полноценной жизни. Телефон в Ярославле 66 33 59. Новая серия документального проекта журналиста городского телеканала Марины Смарагдовой посвящена храму Архангела Михаила в Норском. Церковь является блестящим образцом ярославского зодчества XVIII века. Архангельский храм никогда не закрывался, поэтому прихожане могут представить себе, что окружало их предков на службе. О святынях и раритетах истории и современности в программе «Храмы Ярославля» в пятницу в 21 час 20 минут прямо перед главными телевизионными новостями. К погоде. На юге страны летние температуры. Вода в Азовском море позволяет открыть купальный сезон плюс 18-20 градусов. В Черном море чуть прохладнее – 17. Правда, у берегов Анапы появились медузы, но они не опасные. В Сочи в пятницу 26. Что обещают синоптики ярославцам завтра. О погоде на пятницу расскажу я, Ольга Муравьева. Здравствуйте. На протяжении всего дня синоптики прогнозируют переменную облачность, осадки и маловероятные подробности. Далее не переключайтесь. Профессиональная уборка помещений и территории мытье окон, химчистка мебели и матрасов. Ярославна Клининг 33 81 91 – чистота залог вашего успеха и престижа. Требуются на постоянную работу уборщицы и дворники. Телефон 912440. Ночью в пятницу в Ярославле облачная, без осадков, температура 5 градусов, ветер северо-восточный 2 метра в секунду, влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 764 миллиметра штутного столба. Днем в пятницу в Ярославле переменная облачность, без осадков, температура 23 градуса, ветер восточный 3 метра в секунду, влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 765 миллиметров штутного столба. Собрались на дачу или в поход? Тогда вам в «Маяк». Колбаски для жарки с чесноком 400 грамм 125 50. Кетчуп «Помидорка» 350 грамм 83 90. Гипермаркет «Маяк», Московский проспект 120. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго, до встречи на городском телеканале. Ну и под финал прямого эфира новое умилительное видео из популярного ярославского паблика. Сурки Федора и Федора вышли на улицу в летний вольер. Погода позволяет, можно погреться на солнышке. Эти зверьки – животные теплолюбивые. Оптимальная температура для них 15-20 градусов. Но упитанным экземплярам комфортно и при плюс 10. К тому же в вольере завершен ремонт. Поэтому самое время начинать копать. Сурки роют норы везде, где есть земля. Таков природный инстинкт. Даже зубами помогают. Через мгновение в эфире художественный фильм «Триумф любви». Приятного просмотра. Наши новости доступны на сайте gtk.tv, в телеграм-канале, официальном паблике во Вконтакте и на популярных видеоплатформах. Сообщайте новости в редакцию по телефону 72-11-70, 72-11-80. В студии работала Екатерина Сысоева. До свидания.